Итак, дорогие братья и сестры, мы продолжаем с вами изучение рубрики «Фиг человеческих взаимоотношений». В прошлый раз мы с вами начали новую главу, которая называется «То, как относился пророк, мир ему, к рабам и невольникам». В то время это был очень-очень актуальный вопрос. И мы остановились на таком ярком примере жизни пророка Саусалем. Это на Зейде, которого пророк Саусалем купил в свое время или получил в качестве подарка, скажем так. И этот раб и невольник, после того, как его отец нашел, отказался возвращаться в родную семью. Потому что пророк предоставил ему право выбора, он сказал, не надо мне ничего отцу, который он нашел. Он хотел его выкупить. Он сказал, вот я предоставляю выбор, зайду. И как решит Зейд, так и будет. Отец, естественно, обрадовался. И на удивление отца Зейд выбрал пророка. Отец более того сказал, ты выбираешь рабство над свободой. Отца и мать, родную землю и племя. То есть отдаешь предпочтение этому человеку над всем этим. На что Зейд сказал, поистине я увидел от этого человека нечто в отношении себя, имеется в виду его отношения. И я не оставлю его никогда. И после этого пророк сказал, засвидетельствуйте, что это мой сын. То есть на тот момент не было запрета об установлении. Вари-сан-ва-мау-ру-сан. Тот, который имеет право на наследство, тот, который наследует и его наследует. То есть объявил его полноправным своим сыном. Ну, уже в последствии был неспослан аят. Мы знаем, что усыновление с точки зрения исламского права, оно с полными правами и обязанностями отсутствует. То есть институт усыновления детей в исламе отсутствует. Не усыновляются дети. Но это, тем не менее, не означает, что не надо заботиться о детях, у которых нет родителей и тому подобное. То есть сироты, это отдельная глава в исламе. Очень много аятов и хадисов насчет сирот есть. Далее. Почему же эти люди, рабы и невольники, так любили этого человека? Напрашивающийся вопрос на самом деле. Что же было такого в этом человеке? То есть в пророке, в исламе Аллаха, предусловно, что ему рабы и невольники отдавали предпочтение над своими отцами, матерями, родными семьями. На самом деле все просто. То есть и все последующие примеры это объясняют. Пророк с Аллахом, он был очень-очень простым, открытым, радушным, заботливым, милосердным человеком. Ответ на самом деле очень простой. Яркий пример тому, то, что говорится в сообщении от Анасабин Малика, который также, кстати, прислуживал пророку, то есть был слугой его. Что говорит Анас? Он говорит, не было такой рабыни в Медине, которая бы не взяла, она так правильнее будет перевести, любая рабыня в Медине могла взять пророка за руку и повезти его туда, куда пожелает. Любая рабыня в Медине могла взять пророка. Ну, можете себе представить вообще, кто такой пророк? На тот момент он пророк, получающий откровение Семи Небес. Он на тот момент глава сообщества. Сообщество это уже обрело, скажем так, очертания государственности. То есть шли делегации, были войны какие-то. Вот кем был он, этот человек. Но, несмотря на это, любая рабыня могла его взять за руку и повезти туда, когда она пожелает. В другом сообщении говорится То есть используется другое слово, но оно также переводится девочка-невольница. То есть любая девочка-невольница из числа жителей Медины могла взять за руку посланника Аллаха и он не вырывал свою руку из ее руки и она могла увезти его туда, куда пожелает. Это сообщение у Ахмада ибн Маджи и это достоверные сообщения. Теперь, возможно, у вас сразу возник вопрос в голове, как же это совместить с тем, что посланник Аллаха никогда не прикасался к женщинам. Ну, имеется в виду, к женщинам нельзя же прикасаться в исламе и есть сообщение, что пророк Сосу никогда не прикасался к чужим, к ним охрам, женщинам. Это все совмещается следующим образом, как это объясняют ученые. То есть три объяснения есть. Имеется в виду, возможно, здесь, что толковать слова, что взяла за руку, образно. Имеется в виду, не прямо брала за руку, а имеется в виду, то есть могла его попросить и он шел туда, куда она скажет. Это первое объяснение. Второе объяснение, что невольница, рабыня, с точки зрения исламского права, у нее все равно статус несвободной женщины. То есть невольница не обязана покрываться. Была. То есть и в прикосновении к ней нет ничего харамного, запретного. И третье объяснение более логичное. И на это указывает как бы версия Ахмада, которому последние привели, что это все-таки были девочки, ну, маленькие девочки. То есть те, которые не достигли возраста половой зрелости. Поэтому все это таким образом объясняется, совмещается. Как на это указывает Ибн Хаджер в своих толкованиях. Послание к Аллаху, саламу, все-таки это было много-много лет, столетий тому назад. Рабов само по себе понятие раб, это презирались они. То есть сами шкурышиты как относились к рабам. Имеется ввиду в период невежества. То есть они их продавали, покупали, били и так далее. С приходом ислама все изменилось. То есть ислам, он не отменил институт рабства как таковой, потому что все равно это бы не сработало, скажем так бы, да. Мудрость в этом заключается. А предпринял все необходимые меры для того, чтобы это устранять. То есть в том числе законоположение хукмы, касающееся совершения какого-то греховного поступка. Мы знаем, что в качестве искупления всегда говорится, очень часто говорится, освободить раба, освободить раба и так далее. То есть я к чему, чтобы вы погрузились в эту обстановку? То есть представьте, рабы, отношение к ним к рабам, а тут пророк. Как он к ним относится? Так вот, пророк, саламу, салам, он ел с ними, побуждал, то есть разделять трапезу с ними. Это нечто совсем другое, понимаете? Так вот, что говорит Абу Хурейра от пророка? Пророк, саламу, сказал, если к вам придет ваш слуга с едой, если вы его не усадите с собой, то накормите его, дайте ему поесть. «Кусок, два куска еды». Ведь поистине он же вам готовил еду, то есть он сделал все необходимое, там, разжег огонь, поставил кастрюлю, приготовил и так далее. То есть пророк, саламу, побуждал к этому. Хотя это было на тот момент с точки зрения урфа, то есть общепонятного, признанного в обществе. Это было нечто неестественное, как есть с рабом. Он же раб. Но пророк побуждает к этому. В другой версии, если ваш слуга приготовит вам еду, а затем придет с ней, тогда как он позаботился, то есть предпринял все необходимые меры, то есть пропах дымом, то пусть усадите его рядом с собой и накормите. Если же еды мало, то угостите его. Куском, двумя кусками. Пророк, саламу, отдельно это подчеркивал. Также пророк, саламу, побуждал одевать их в ту одежду, в которую одевали сами хозяева этих рабов и невольников. Интересный случай, всем вам известный наверняка, он с аблдаром связан, это тоже один из великих сподвижников. Маарур передает, он говорит, однажды я увидел Абу Зарра в местности под названием Рабза. Это неподалеку от Медины. В трех днях ходьбы. Так вот, он увидел его, а на нем красивую одежду увидел его. То есть Маарур передает это. И рядом с ним был слуга его, раб был невольник, и на нем такая же была красивая одежда. И это показалось ему неестественным. То есть, что-то не то. Абу Зарр в красивой одежде, и раб его в такой же красивой одежде. И поэтому он что спросил. То есть, видимо, спросил его, почему так? И тогда Абу Зарр сказал, Поистине, я поругал мужчину и упрекнул его матерью. И тогда мне пророк сказал, О Абу Зарр, а ты упрекаешь его, ну, этого человека. То есть, Абу Зарр вспоминает эту историю, которая произошла с ним. Из-за его матери, то есть, тут вопрос с порицанием. Иннака мриун фика джагилия. Поистине, ты человек, в котором есть проявление невежества. Это серьезное порицание. Далее пророк говорит, Ихванукум хавалукум. Ваши братья, ваши слуги. Аллах сделал их под вашей властью, в ваших руках. А тот, если у кого-то есть брат, который находится в его подчинении власти. Пусть его накормит тем, чем он сам ест. Пусть его наденет в то, что сам одевает. И пусть не обременяет их, не поручает им, имеется в виду такую работу, которая будет им очень сложно выполнить. То есть, трудно выполнить. А если вы уж поручите им делать какую-то сложную работу, то помогите им. Хадис привод Бухари, он также достоверный. Толкователь этого хадиса, говорят, пророк упомянул, прежде чем сказал слуги рабы, упомянул слово братья. То есть, назвал их братьями. Эту категорию людей. Имам Ан-Новый говорит, повеление пророка в данном контексте, оно идет в повелительном наклонении. Кормить их, надевать их в то, что там ест хозяин, ест или надевает хозяин. Это все носит смысл истихбаб, что это мустахаб, желательно. То есть, не является ваджбом или фардом, как это трактует имам Ан-Новый, рахима Аллах, согласно единодушному мнению мусульман. Также отдельно подчеркивается в толкованиях, что еще важный момент, да, может же быть обратная картина, может быть же хозяин раба, невольника быть очень скромным. То есть, скромно одеваться, скромно есть и так далее. То ли по причине там, я не знаю, своего аскетизма, то ли по причине своей скупости. Всякое же может быть. Это отдельно подчеркивается тут в комментарии, в комментарии имама Ан-Новый, это же слова имама Ан-Новый. И если хозяин ограничил себя от общепризнанной нормы, имеется в виду в еде, в одежде, либо из-за аскетизма, либо из-за скупости, то не разрешается ему ограничивать своего раба. То есть, раба не имеет ограничивать права. То есть, он обязан его кормить, одевать, согласно признанному. не является фардом одевать именно так, как он сам одевается, потому что человек хозяин, он может одеваться, я не знаю, позволить себе может, но раба, который находится в его власти подчинения, он обязан, согласно признанной норме определенной в обществе, это, то есть, его обязанность обеспечить его едой, одеждой. Это отдельно подчеркивает имам Ан-Новый. Его же слова и не обременяйте им, то есть, не давайте им такую работу, которую будет им сложно выполнить, указывает на то, что запрещено это делать, то есть, с точки зрения ислама, запрещено рабу давать такие поручения, которые им будет сложно выполнить. А если же поручает хозяин, он обязан помочь. Теперь выводы из хадиса. запрет ругать невольников, рабов, прямой, порицать, особенно упоминает мать, детей и так далее. Запрет на то, чтобы у человека были какие-то проявления времен невежества, то есть, имеется в виду в его характере, качествах, побуждение с добротой, мягкостью относиться к тем, кто в нашем подчинении находится. Не презирать мусульманина, кем бы он ни был. Пророк отдельно назвал эту категорию людей, как мы уже упомянули, братьями. Постоянно призывать конопряему, запрещать порицаемые. Называть рабов рабами, отдельно рабов братьями. Отдельно выделяется этот пункт. Еще один интересный случай, то, что пророк навещал, то есть, тоже находил время, навещал больных. То есть, рабов, слуг и так далее. Это случай связан все вы наверняка слышали, знаете. С мальчиком иудеем, который также прислуживал пророку. Анас передает, был у пророка слуга иудей, который прислуживал и он заболел. И пророк пришел к нему, чтобы его навестить. И сел возле его головы и сказал ему, прими ислама. Тогда мальчик посмотрел на своего отца и сказал, а тот ему сказал, послушайся Абуль-Касима. И тот мальчик принял ислам. Тогда пророк вышел, обрадовавшись, сказал, хвала Аллаху, который спас его от огня. Такой интересный случай. И последний случай, на котором мы остановимся, то, что пророк Саусаддам, тех, кто прислуживал. Даже интересный случай, это женщины связаны. Сразу тогда к случаю перейду. Абу-Хурейра передает, что была некая женщина чернокожая, то есть малоизвестная, мало кто знал даже, как ее звать и так далее. она убирала мечеть. И вот однажды, то есть пророк пришел в мечеть и не нашел ее, не увидел ее. И он начал спрашивать, что же с ней? И тогда ему сказали, она умерла. И тогда он удивленно спросил, а почему же вы мне не сообщили? И передатчик хадиса говорит и словно они, то есть люди, которые сказали, сообщили пророку эту новость, принизили значение этого события, что умерла некая женщина, которая убиралась мечеть и так далее, что это нечто незначительное, потом они не стали сообщать об этом пророку. Но пророк что говорит? он говорит покажите где мне ее могила, где же ее могила. И тогда они показали где ее могила и он совершил отдельно джаназу возле ее могилы и сказал поистине эти могилы они наполнены темнотой на их обитателей. поистине Аллах освящает им их могилы благодаря моей молитве над ними. В другом реваяте сообщение говорится он вышел вместе с подвижниками они стали возле могилы и пророк произнес такбир а люди стояли за него и после он обратился с мольбами затем ушел то есть пророк лидер не как бы посчитал нужным и важным это сделать вот что важно это важно поэтому эта категория людей рабы невольники так любили пророка что предпочитали его своим родным и близким матери отцу как это было заида но этот хадис также в частности указывает косвенно на достоинство людей которые убирают мечеть достоинство этого поступка убирать мечеть также этот хадис указывает на поощрение спрашивать как дела у друга у того кто там помогает служит и так далее если его нет то есть интересоваться его скажем жизнью его делами также этот хадис указывает на то что можно вознаграждать посредством мольбы человека также хадис указывает поощряет к тому чтобы все-таки посещать джаназу добрых людей людей которые творят добро хадис указывает косвенно на то что следует сообщать то есть новость о том что кто-то умер чтобы джаназу как можно больше людей сделать и на этом остановимся и на джаназу Продолжение следует...